Надия, доброго вечера. Скажите, будь ласка, про цей месяц, про старославянских богов, Перун, Сварог, які присутні цього месяця. Я хочу вам сказать, что то, о чём вы говорите, это New Age. В старославянской культуре никогда не было ни Сварогов, ни Перунов, ни кого-либо ещё старославянских богов. Это выдумка. Поэтому в этом месяце ни Сварунов, ни Перунов, ни Сварогов, ни ещё чего-то, нет. Это New Age, исключительно выдуманная эзотерика. Никакой славянских вед, это всё вымысел. Ведами называются древние эпосы индийской культуры. На первом месте ведической культуры стоит книга, которая называется Махабхарата. Или эпос индийского народа. Она начинается с того, что бог создал землю и создал Инд, или создал речку, которая могла превращаться в девушку. Потом создал народ королей. Эти короли женились с этой Индой. И это сначала боги были, потом люди. И там она бесконечная. То есть Махабхарата — это тысячетомник. Песни там, интересные гимны. Потом там есть ещё гимны для молитв. Они называются Упанишады. Их тоже семь штук. На самом деле их там больше двадцати. Потом Пхагавадгита, которая стала ещё частью. Это грубая эпос, история. Точно так же, как мы читаем Библию, Ветхий Завет. С чего она начинается? Бог создал землю, как он создал, Адам и Ева. Потом о том, как евреи вышли. Потом, как евреи создали своё королевство. И дам у них семь королей было. Помните, Иисус Новин, у него родился сын Давид, который прощёл убил Голиафа. У него родился Соломон и так далее. И вот это всё история иудейского народа, которая заканчивается плачем Еремии. Помните? Ну и так далее. А потом уже идут молитвы, это пение или песни Давида, которые используются сейчас как подсказки. А уже есть ещё дополнительно некие работы, которые были созданы уже отдельно от Галахии или отдельно от Талмуда или Торы. Были отдельно созданы мудрецами. Это, допустим, Любавич, Рамбам и так далее. То есть это уже мудрость иудейского народа. А там Евангелие, Евангелие не считается евреями частью не Торы, не частью иудейского народа. Это New Age, грубо, в самой системе. Поэтому, когда люди говорят, там, а ты Библию читал, что вы имеете в виду? Я не всегда это понимаю. Если это Ветхий Завет, то каким боком христианик Ветхому Завет? Если это, там, упоминания о христианах нет. В Ветхом Завете есть только такие слова, что каждый мужчина должен сделать обрезание. Если он не сделает, то грех. Также ты должен быть частью еврейского народа, утром и вечером читать шма и благословлять Бога. Ну а там в Евангелии совсем другие идеи. Там Иисус Христос, Он взял на себя боль людей, создал учеников, которые потом своими усилиями и мучениями как бы выкупили человечество и создали для него новые условия, в ходе которых у людей, по идее, должны прийти идеи не нарушать самые важные заповеди. Не укради. То есть вы хотите мне сказать, что в христианской стране не воруют народные депутаты? Странно. Дальше. Не убей. То есть в христианской стране не убей. Как-то незаметно. Ну, знаете, очень много там есть заповедей, знаете. Таких для христианских стран это невозможно. Вообще невозможно. А вы асварога.